привет зритель первый день деревня 28 мая давно хотела в мае приехать сюда немножко пожить у меня тут до хрена убрано и я поддерживаю этот порядок у меня сейчас как бы обед сейчас скажу сколько время вот столько время встала я в 5 спала я от силы 4 часа в лучом случае ехала на утренний автобус это у меня колбаска короче сначала я приперлась у меня был короб с молоком я дерябну стала дела делать потом в 10 я поняла что надо бы срочно поесть иначе я сейчас лавца склею мне был пирожок с котлеткой еще бутербродик с колбаской двумя чашками черного чая с сахаром а потом значит я сварила супчик между делом попила заваренный в чашке рёкутя японский хадзику нам высланный а потом поняла что как бы уже пора бы обедать на супчик и сварила супчик я сварила у меня тут час как бы куриный суп сначала сварила две голени с щепоткой к как я там коробу на японского звучат щепоткой короче гвоздики две-три штучки по-моему было есть парочка и горошина к перцам потом процедила это мясо раздерябила дала мясу отдохнуть потом добавила туда у меня была зажарка тут вообще есть привезена специально там вот семьях в холодильнике стоит два контейнера на сале с вином вообще-то с ну перетопленная свиной сал короче на нем я жарила морковку с лучком вот сюда засунула вот эту зажарку морковку точком на сале потом покрошила петрушку которую до этого привезли добрые родственники но они вообще как бы привезли мои вещи не знаю что там конкретно и вот что-то было морозилку что-то было холодильник а потом не значит полторы столовых ложки риса и уже поломала куриное мясико кошечка тоже досталось а потом я посолила а потом я заправила сметанкой она уже в холодильнике вот я хомячую мед черного хлебушка кусочек яичко тут вареная сейчас вчера варила специально чтобы не взять сначала думала ехать на обедичном потом на вечернем потом на обедичном потом в итоге меня это вчера в саду говорилось лучше ехать на утреннем но я как бы поехал на утреннем вызывал такси себе я думала чаю у меня бутербродик еще и на ужин у меня будет наверное салатик ну может быть я засниму это вообще как бы вы же любите все эти такие бложики вон она тут сначала она сидела исключительно возле беда потом я ее вроде как показалось что можно выйти за избу там в сене и так далее на прошарарыхалась и вернулась потом я и снова туда отправила она уже сама погуляла потом мы с ней вышли она не выходила хотя дверь на улицу была открыта вышли мы с ней в этот полисадник на гамаке она посидела каждую березу попыталась забраться я ее в последний момент за заднюю ножку снимала потому что боялась что она не спустится хотя мне родственница сказала что типа спустится поорет и спустится но и в общем сейчас она со мной тут потом она сама пришла домой вот пока на улицу больше не вылазила такие дела я потом еще прогуляюсь там такие интересные растения наросли внезапно и в деревне то у нас тут у меня сказала соседка сейчас у меня было короче что приезжали товарищи егоровой в этот раз картошку не сажали приезжала внучка того дядечки который отдал короче таким откинулся по собственному желанию очень жалко и типа как порядок наводила в доме я за мной соседи тот конец и вон там у меня по этой линии родственник и его соседка ручься деревня финита рекомедия не могла не остановиться короче мы с моей доброй соседкой до потопным внезапно действующим насосом накачали она накачала мне велик в переднее колесо заднее своим пока я шастала за тем насосом ну короче говоря я решила сначала думала по круговой потом думаю да чё по круговой поеду для перекрестка оборвав мысленно его центром до остановки обратно ну а потом что-то выехала и решила что поехать по круговой первый круг первый первая поездка на этом береге в этом году деревне я увидела тут налитая дождями сухое дерево такое вот это возможно рябина или чё-то там водяну по крайней мере не я было не точно хозяева сказать какую-то умную мыслу я забыла ладно я потом наверное это скорее все буду делать день ролик день ролик монтировать так сколько выйдет если конечно вот какой-нибудь день когда я мало что буду снимать но можно завтра рвануть до прилуг раз есть велик на ходу снова и этот еще мне надо в горницу убраться хотя там есть вещи которые я не знаю куда девать и как бы они вроде даже вообще не мои и те кому они принадлежат на них уже забери короче полноценно убрать саблет и получится одной на потому что с кем-то с кем-то конкретным кто будет говорить что вот это вот действительно надо это можно выкинуть еду дальше может если что интересного выше то засниму тоже мне сейчас только что попался очень крупный большой заяц у меня и телефон и камера на которой пижонная поднималась на велике в горку и да я запыхалась лучше я быстро за ним поехала крича ему заяц 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 он пора заглянулся и дальше поскакал крупный такой заяц короче видела я зайца я хочу показать вот тут что такое странное случилось там то дерево там все еще на месте у этого дерева в прошлом году обнаружила пару кустов черной смородины короче я не знаю что это такое тут камни приволокли что вообще-то надо у родственников местных узнать или может соседка знает а туда дальше за прямяково перед прудами которые вот другой стороны прямяково так понимаешь прямяково изначально было двух сторон дороги если вот сейчас лицом туда то слева и справа так вот это лево туда за прямяково перед трудами которые по правую сторону очень что-то страшное было я когда что-то страшное вижу стараться не смотреть но вообще показалось что там забор какой-то и ров вот такой нарыт потом я все-таки проехала до такой же примерно вот расстояние большущая я проехал короче глянула мне показалось что там или вот что-то такое перерыто до глины до песка либо наоборот туда песок какой-то привели привезли с глиной но в общем растительность куда-то делась то ли что-то посадили то ли еще что-то но так вот смотришь тут как бы камни привезенные мне оно не похоже на то что причем то посадили это внутри круга я еще подъехала и думала спросить у соседки знаю это ли она но вообще как бы была ли тут какая-нибудь внутри круга еще деревня помимо прямяково и массеерского вообще тут такая конкретная зона эмергенции на месяц капелька капнула можно подумать что птичка но выглядит это я даже не знаю видно ли это ну короче там такая пятнышко мокренькая что-то на меня капнуло с дерева птички вроде какую-то не писают хотя хрен их знает или может быть сейчас какая-то морс собирается хотя вроде небо такое ну короче я словила в такой афиг когда стала сюда подъезжать поняла что тут тоже что-то похожее думал может это одно и то же но в смысле такое же как там так как сейчас уже где-то в районе шести ну в общем я думаю днем как-нибудь там проехаться может завтра может послезавтра там я послезавтра вроде родственники явятся короче и глянь что там такое уже из любопытство на камеру такие дела зритель я там цветочек я думал что заяц сидит короче валюка я домой